Привет, ребят! Очень рада вас видеть у себя на канале. В сегодняшнем видео мы с вами разберем разницу между as и like. Для того, чтобы лучше понять разницу между этими словами, нам с вами нужно обращать внимание на контекст предложений. Ну и, конечно же, знать некоторые правила по использованию слов as и like. Собственно, те самые правила, которые мы с вами сегодня все вместе разберем. Ну а прежде чем приступить к изучению, я вам советую подписаться на мой канал, если вы все еще не подписаны, потому что здесь у меня самые интересные и подробные разборы грамматики английского языка. Ну а мы с вами не будем затягивать и начнем! Обратите внимание на шаблоны, которые находятся справа на вашем экране. Их мы можем использовать для сравнения качеств выбранных нами предметов, каких-либо объектов или кого-либо, например, мы можем сравнить скорость, высоту, вес, стоимость, либо форму. Далее мы с вами рассмотрим более подробно каждый из шаблонов и посмотрим на примеры использования. Например, для того, чтобы воспользоваться шаблоном, который находится у нас слева, мы должны построить простую форму сравнительной степени имен прилагательных. Она образуется прилагательными, которые состоят из одного или двух слогов. Например, calm, тихий, calmer, более тихий. Cool, прохладный, cooler, более прохладный. Deep, глубокий, deeper, более глубокий. Или, например, как в нашем предложении, в нашем примере, This car is cheaper than that car. Эта машина более дешевая, чем та машина. Или же, эта машина дешевле, чем та машина. Чтобы воспользоваться вторым шаблоном справа, нам нужно использовать сложную форму сравнительной степени имен прилагательных. Она образуется прилагательными, которые состоят более чем из трех слогов. Например, handsome, симпатичный, more handsome, более симпатичный. Interesting, интересный, more interesting, более интересный. Beautiful, красивый, more beautiful, более красивый. Или же наш пример, This book is more interesting than that. Эта книга более интересная, чем та книга. Следующий шаблон as, as. Мы сравниваем параметры каких-либо объектов и говорим то, что они приблизительно одинаковые или практически ничем не отличаются. То есть, что-то такое же, как и что-то. He is as tall as his father. Он такой же высокий, как и его отец. Здесь мы рассматриваем с вами параметр высоту человека. И по этому параметру отец и его сын, они приблизительно одинаковые, приблизительно равны, либо одного и того же роста. И последний вариант. Not as, as. Не такая как, не такой как. Используем тогда, когда выбранные нами объекты в чем-то разнятся. Какой-то параметр у них не сходится. Your car is not as fast as mine. Твоя машина не такая быстрая, как моя. Здесь мы с вами рассматриваем параметр скорость. И мы видим то, что одна машина не такая быстрая, как вторая машина. Поэтому мы и используем этот шаблон. Not as, as. Your car is not as fast as mine. А когда мы с вами хотим сравнить предмет с предметом, или действие с действием, мы с вами используем как раз-таки слова as и like. Like мы с вами используем, когда мы хотим сказать, что кто-то похож на кого-то, или, возможно, какой-то человек выполняет также какое-то действие, которое выполняет другой человек. То есть мы сравниваем кого-то с кем-то. В этом случае мы используем like как предлог. Далее у нас может идти имя существительное, местоимение или герундий. Например, walking. Ходьба. В этом случае мы не можем использовать as. Мы не можем использовать as, когда мы сравниваем или говорим о том, что кто-то на кого-то похож. Здесь мы используем только like. He speaks like a native speaker. Он общается как носитель языка. То есть он говорит подобно носителю языка. She sleeps like a baby. Она спит, как ребенок. Она не ребенок, но она на него похожа, когда спит. What does Mike do? Чем занимается Mike? He is a teacher like me. Он учитель, подобно мне. Не as me. Здесь мы используем like, потому что подобно мне он учитель. Именно в этом контексте мы используем like. Like мы можем использовать при перечислении нескольких вариантов. И это будет использоваться в значении, например, I did lots of things last weekend, like biking, hiking and mountain climbing. Я занимался многими вещами на последних выходных. Провел свои последние выходные довольно-таки активным образом. Например, катался на велосипеде, ходил какие-то в пешие прогулки или в походы и лазал по скалам. Занимался альпинизмом. Или, например, при перечислении предметов мы можем использовать также в том же самом смысле конструкцию such as. Это также, например, или такие, как и перечисляем ряд наших существительных, или что бы там ни было. I did lots of things last weekend, such as biking, hiking and mountain climbing. То есть мы говорим так же, как и like such as, и перечисляем. As мы используем для обозначения роли человека или какого-либо предмета. Например, кто-то выполняет функции кого-то на работе. Тогда мы используем as. Или что-то используют в качестве чего-то. Например, я использую тапок, чтобы убить муху или еще кого-нибудь, как мухобойку. То есть я использую тапок в качестве мухобойки. Тут мы также можем использовать as. As your sister, I'll try to help you. Как твоя сестра, я постараюсь тебе помочь. То есть я и есть твоя сестра, поэтому здесь мы используем as. He works as a teacher. Он работает как учитель. То есть он и есть учитель, поэтому в этом случае мы используем as. She was working as a waiter in a cocktail bar. Она работала как официант в коктейльном каком-то баре. То есть она была официантом, поэтому мы здесь используем as. Эти люди выполняют какие-то роли, собственно поэтому здесь мы и используем as. Давайте рассмотрим такой случай, когда as у нас идет как союз, и дальше у нас идет какой-то объект и глагол. Она обращается со мной так, как бы я хотел, чтобы со мной обращались. Заметим то, что после as у нас есть и объект, и глагол. В этом случае, когда у нас есть что-то и действие, которое выполняет это что-то, мы ставим as. Она готовит так же, как и готовит моя мама. Тут также после as у нас есть объект и какое-то действие. То есть если у нас есть class, если у нас есть subject и verb, какой-то объект и глагол, мы используем as. Также мы можем использовать конструкцию the same as mine, такой же, как и у меня что-то, или the same as yours, такой же, как и твой. Когда мы говорим об одинаковых каких-то вещах, то есть у меня такой же диск, как и у тебя, у тебя такое же пальто, как и у меня. Цвет твоей машины такой же, как цвет моей машины. Мы сравниваем какие-то одинаковые вещи. Катина пальто такой же, как и моё. То есть у нас здесь два одинаковых, идентичных пальто. And my answer was the same as yours. Мой ответ был таким же, как и твой. У нас два одинаковых ответа. Your jacket is the same color as mine. Твой жакет такого же цвета, как и мой. Тут у нас два жакета с одинаковым цветом. Также мы можем использовать as в таких конструкциях, как As you know, как ты знаешь. As I said, так как я сказал. As she expected, так как она ожидала. As I thought, так как я думал, предполагал. As you suggested, так как ты предполагала. As we agreed, как мы договорились ранее. As you know, I'm going in holiday tomorrow. Как ты знаешь, я ухожу в отпуск завтра. Нил завалил свой тест по вождению, как он ожидал. Okay, maybe that didn't go as well as I thought. Хорошо, может быть, всё прошло не так хорошо, как я думал. I'll wait for you at home as we agreed. Я подожду тебя дома, я буду ждать тебя дома, как мы договорились. В этих случаях, в этих конструкциях, обычно like не используется, помимо конструкции like I said. Как я сказал. Like I said before, I'm thinking of changing my job. Как я сказал ранее, я думаю о смене работы. Также мы можем использовать as в союзах as if, as though. As if, as though имеют одинаковое значение. Как будто и если бы. Когда мы используем данные конструкции, данные союзы именно с настоящим простым временем, с present simple, мы говорим о какой-то воображаемой ситуации, или, возможно, о ситуации, которая может быть неправдой, но это вероятно или возможно. То есть мы допускаем возможность исхода данной ситуации в настоящем. She talks as if, или as though she knows him personally. Она говорит с ним так, будто знает его лично. Мы не знаем, насколько это правда, мы не знаем, насколько она его знает, как близко они знакомы, но мы предполагаем, что она может быть с ним знакома лично, но точно не уверены. Именно посредством использования present simple с этими союзами мы подчеркиваем то, что эта ситуация возможна, хотя мы в этом не уверены. Если сравнение, которое мы используем, нереально, и мы в этом точно не уверены, но с большей вероятностью эта ситуация нереальна, мы используем времена past simple. То есть мы с вами подразумеваем настоящее время, а не прошедшее, но тем не менее мы используем прошедшее время в самом предложении. I don't like Tom. He talks as if he knew everything. Мне не нравится Том. Он говорит, будто знает все. Том ничего не знает, но нам кажется то, что есть такая вероятность, то, что он знает все. Для того, чтобы подчеркнуть нереальность происходящего, мы в предложении используем past simple. То есть посредством использования времен past simple мы говорим о том, что это сравнение нереально, он говорит, будто бы он знает все, но это неправда, это как бы наши догадки. И именно эти догадки мы подчеркиваем путем использования времен past simple. После того всего материала, что мы с вами сейчас изучили, нам нужно выбрать правильное выражение. Какое выражение правильно? Do as I say, not as I do. Делай так, как я говорю, а не так, как я делаю. И второй вариант. Do like I say, not like I do. Смысл тот же самый, но нам нужно понять, что нам следует использовать. As или like. Даю вам время подумать, пока я попью и восстановлю свои жизненные силы. Итак, смотрим на наше предложение. Вспомните правило, о котором я говорила. С объектами и глаголами, которые у нас есть, мы используем только as, не like. Это неправильно. Поэтому первый вариант будет правильный. Do as I say, not as I do. И сейчас мы с вами разберем несколько примеров. He speaks like a teacher. Он говорит как учитель. То есть мы сравниваем его, кого-то, какого-то парня и учителя. Возможно, он раздает какие-то нравоучения. Возможно, он стоит в центре класса и жестикулирует как преподаватель какой-то ваш. Или, возможно, у него какая-то манера подачи информации, как у учителя. И возьмем следующий пример. He speaks as a teacher does. Он говорит так же, как и учитель. Но в этом случае, когда мы используем as, мы сравниваем действие. То есть он говорит так же, как говорит учитель. Здесь у нас идет упор на действие. После as у нас идет объект и действие. Собственно, as и класс. As и объект и глагол. А в первом примере he speaks like a teacher у нас сначала идет like в сравнении с кем-то. И, собственно, имя существительное, тот, с кем мы сравниваем. She yells at me like my mother. Она кричит на меня так же, как и моя мать. Мы сравниваем поведение. Да, какие-то повадки, что-то общее между этими людьми есть. Она кричит на меня так же, как и кричит моя мать. Здесь мы с вами сравниваем так же действие. То есть она кричит так же, как и моя мать кричит. После as у нас идет объект и действие, которое выполняет этот объект. Или просто объект и действие. Это у нас опять as и класс. Она обращается со мной, как с собакой. Здесь мы сравниваем меня и собаку, и мы как бы получаем от нее одно и то же обращение. То есть она обращается со мной так же, как и с какой-то собакой. И иногда, когда мы используем as или like, у нас меняется смысл. Как твой учитель, я настаиваю на том, чтобы ты делал домашнее задание. То есть здесь у нас as указывает на то, что человек, который говорит это, и есть его учителем. То есть он выполняет данную роль. Или, например, второй вариант. Как и твой учитель, но я не твой учитель. Я настаиваю на том, чтобы ты выполнял домашнее задание. То есть в первом случае человек является учителем, а во втором человек поддерживает какую-то позицию учителя и так же наставляет человека на путь истинный. То есть мы в этом случае сравниваем себя с боссом, с каким-то начальником. Возможно, мы, допустим, там заместитель директора или что-то вроде того. То есть я солидарен с позицией директора или какого-то босса с позицией использования посторонних девайсов на рабочем месте. Мы оба против сидения в Instagram в рабочее время. И когда вы используете телефон на рабочем месте, будьте осторожны. Множество других боссов думают так же. На этом наше видео подошло к концу. Я надеюсь, что оно было для вас полезно. Ну а если оно вам понравилось, обязательно поставьте мне за это лайк. И подпишитесь на мой канал, если вы все еще не подписаны, чтобы нам с вами не пришлось вновь расставаться. Ну а мы с вами увидимся в следующем видео. Всем пока-пока!